ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Беларусы наведывают храмы и наводят парадок на Могилках. Сюня Украине отзнашается Радовница – День памяти Протков. Причым тычатся гэта як дзеючых населенных пунктов, так и отселенных территорий. Олег Сентяров наведал Добрушский район. В 1992 году практически на том же месте, где до конца 20-х годов минулого 100-го года и сновала православная церква. Сегодня с границы сюда пришли люди, как посвятить Пасхе и Яйке, а так само принять удел в ранней нетургии и Великой Панихиде. Нейкой специальной службы с нагоды Радовницы не проводится, а ле померлых узгадывайте. Для шматка госприхаджан это не просто традиция. Свои родоводы наведают на протягу некоторых поколений и гонорация своими протками. Порой удивляешься даже тому, насколько они помнят и про прадедушек, и про прабабушек. До седьмого, до восьмого колена порой вспоминают своих родных и близких. Поэтому люди молятся и много, и стараются помнить своих всех родных. Вёску Демьянки отселили в 1991-м. Тогда у иншой мястины выехало маль тысячи человек. Хоть совесть с малой родимой, и они отчували за счёты, и шмат кто просил родных после смерти поховать их минавито на могилках у Демьянках. О вогли по мясовых похованиях можно выучать историю вёске. Хоть некоторые могилы настолько старожидные, что об похованных тут людях уже никто ничего не ведая. Сборч близких, а помнят девчонца, якая у 4-х годового взрослого загинула под час оккупации. Страта детей, это за счёты трагедия. У 70-ти годовый днины Мельниковой тут застались самые близкие люди. Похоронена бабушка, похоронен дедушка, это её, две могилки. И похоронено двое детей маленьких. А то на тих кладбищах, на новых кладбищах. Там уже у меня и дочка, и мужик. Николай Дорошенко разум с жёнкой оказались одними, кто в 91-м отмывался от переселения, жанчины уже нема у живых, а пенсионер до этого часу живее у вёсты. Неколи он был механизатором у местового колхоза «Молот». Кажет, что прозывали сумленно и вельми гонорились своей господаркой. Зараз застались только успамины. На комбайнах были, на тракторах строили, колхоз поднимали. При мне все колхозы поднято, на моей памяти всё это. Причём я возился на тракторах, кирпич, плиты, всё убирали. Явилось это зараза, и всё разогнали. Так бы ещё люди тут бежали, дожили. Шматы такие будинки в зоне отселения уже не иснуют. Билые колхозные конторы, школы, больницы. Ими просто нема кому корыстаться. Выключение зроблено только для помников-воинам, які загинули подчас великой очины, а так само объекту, які мають статус историко-культурных каштовностю. Бодай, самой великой славутостью демьянок заявляется былый панский майонток 19-го сагодя. До нашего часу заховался парк, царлянный мост и сядебный дом. Правда, зараз трапичь убеденок нень, когда он заходится на консервации. Былые вязковцы кажут, что неколи тут было шмат туристов. Зараз для отновления помника необходимы достатково значные сродки. Леги истории минавиты демьянок, это, помнят, мая максимально не только культурную каштовность, это одинный жилый дом, який может за все дозаховаться от неколи великой везки. Олег Сентяров, Василий Осипцов, телерадиокомпания «Гомель», Добрский район. Мясо, молоко и воуна в Беларуси адраджают овечка и коза гадолю. Про перспективы этого вида живела гадоли – наступный репортаж. Это одна племенная овечка гадолучая господарка у Гомельской в области. Украине она на другим местом. За отражение справы прадеда тут взялись 7 годов тому. Яши до буйной держ программы по развитию овечка гадоли. Починали с 50 голов, теперь их уже 2,5 тысячи. Это у нас отказники от молодых мамок. Сначала мы их выкармливаем из соски молоко, а потом переводим постепенно на грубые корма. Колисти овечек для гадоли везли сюда за 400 километров. Сюня комбинат «Усход» уже и сам продает их фермерским господаркам. Так сетка овечка гадолучих предприемства Украины и поширается. Только сюня отправки отсюда чекают 400 ярок и баранов. Вырошивание овечек справа тонкое. Кажуть, матка на шмат больше каштовная, чем баран, тому, как приносить насчастство. У планах по величине их колькости у два разы. Затым прытягнуть до гадоли досягнение навуки. До конца года мы планируем сделать пункт искусственного семянения, семянять овец искусственно. Я думаю, мы будем первопроходцами в этой теме, тоже в Республике Беларусь. Кто будет заинтересован, будем делиться опытом. Мясовые называют овечек худким мясом. Каб вырастить одну живелу, треба меньше, як год. Тонкорунных овечек мяса шорстного на прамку выбрали по двюх причинах. Вону отправляют на смолевицкую фабрику. Мясо перепрацовывают сами. У комбината замкненный цикл вытворчести. Полфабрикаты реализуют на внутреннем рынке. У предприемства 12 гандлевых объектов. Шастку отправляют на кухни дорогих ресторанов. Так комбинат с долей занять на белорусском рынке пустующую нишу. Баранина – это, конечно, эксклюзивно для республики. В Гомельской области мы единственные производители. Поэтому можем удействовать своим ассортиментом, своей продукцией. В принципе, и стараемся это делать. И все же назвать вытворчесть целком безадыходной нельхой. Не выкористовываются шкуры живел. По куле приходится утилизовать и гублять додатковый прибыток. Правда, перспективы есть. Бобруйский горбарный комбинат до конца года возьмется за первопрацовку алчины шкур с Гомельской области. Ганна Ковалева, Настасья Кучинская, телерадиокомпания «Гомель» при патрымце АТН. Техничные инспекции Федерации правосоюза в Беларуси выявили около 1500 порушений у сферы оховой працы подчас подрывтовки до весновых полевых работ. Уперед с 15-го соковика до 15-го красовика они проверили больше 270 сельско-господарших организаций краины. Теред основных порушений – отсутность у работника у сродка индивидуальной аховы и спецадения, порушение правилов аховы працы при рамонте техники. Выявлены таксама предприемства, где не проводятся медицинские огляды водителев, отсутничают санитарно-бытовые помешкания. А прожатого у широкого организации навыд нема инженеров по ахове працы. Одночасово у рамках мониторингу выучались пытания за беспячение работников, які працуют на палетках гарачим харчаваннем. Разом с тим у Федерации профсоюза в Беларуси означает, что в целом наймальники мкнутся забеспечить работникам здоровые и беспечные умовы. В Беларуси протягивается проверка беспеки местцов массового знаходжения людей. Так в Гомельской молоте супрацовники МНС оценили пожарную беспеку одним из ресторанов областного центра. Меропроемство праишло у рамках республиканских акций «За беспеку разом» и «Высти ёсть». С початку воротовальники проверили веды хлопца узмолодёжного отрада Аховы правопарадку, а затем разом с ними доследовали справность пожарной сигнализации и першостных сродков пожаротушения, а так само проверили наявность доступу до выхода эвакуации. После проверки удельники акции провели размову с персоналом про одеяние у надзвучайной ситуации. Мы сегодня совместно с сотрудниками МЧС проводим акцию «Выход есть». В данном заведении проверяем наличие выходов аварийных, раздаём листовки, рассказываем работникам, сотрудникам, как правильно поступать в определенной ситуации, что нужно предпринимать и как себя вести. Супрацовники МНС подяются, что после таких суместных проверок молодь будет готова и самостоинно допомогащи остальным в экстренной ситуации. Завтра начальник управления Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области полковник юстиции Иван Степанович Сыса станет удельником программы «Деялог». И она выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19.20 минут. Свои питания гостю программы вы можете задать, потелефоновавши по номеру промога эфиру у Гомеля 34-00-43. Ти с допомогой «Вайбера». Долучайтесь. 16 тысяч тонн. Миновиты такие у «Раджайбе» розового соку селета планують собрать лязг газы Беларуси. Традиционно сочный сезон начинается с середины соковика. Але и у этой справе пришлось гулять по правилах надворья. Плюсовые температуры у некоторых регионах усталявались только у красовику. Про то, как у Гомельской области збираются сок. Наступный репортаж. Ах, хорошо. Сладкий, сочный. Александр сдымает пробу первого в новом сезоне Берозового соку. В этом лесничестве он постоянный покупник. На этот раз робит запас у 60 литров. «Ежегодно мы заготавливаем сок этот. Моя супруга и на зиму закатывает. И так чистым пьем. Леси очень любят. Сам не рискую. Доверяемся полностью нашему лесхозу. Природу надо беречь, потому что мы всегда живем и пользуемся ее дарами». Уся справа у технологии подсочки. Коли ей не притрымливаться, то можно довести древо до погибели. Рослини повинны быть не меньше за 65 году. Деаметр ствола минимум 20 сантиметров. Глубиня запила максимум 5. «Вот сейчас я забиваю куллинышик». «Сок побежал, все готово. Можно вешать мешок». Макеевское лесництво плантацию по сбору берозового соку перетворилось от и день тому. Тут таких древ амаль 80. Одно за сутки приносит полсотни литров. Корыстный напой капает в специальные пакеты. У день отремливается собрать до 800 литров. «Для сбора сока в первую очередь выбираются деревья за 5 лет до рубки. Дерево после 5 лет начинает усыхать. За 5 лет вот этот период 5 лет можно подсачивать сок в связи с тем, что оно потом пойдет под рубку». Отримать информацию об участках лесу, где растут придатные древы, можно у лезгасах и лесництвах. Каб купить у них сок, треба звернуться с пашпортом и написать заяву. Один литр каштует 13 копеек. В этом лесництве селетний план нарыхтовать 150 тонн. 40 из них уже собрано. И одразу 90% раскупило насильництво. Остатние литры, как правило, отправляются на заводы. В уголе в Гумельской области летость нарыхтовали 1325 тонн. В этом году задача поднять планку еще на 75 тонн. А кроме специалистов, за соком накировались и приватные нарыхтовщики. Работники Державной лесной охоты ведут строгий контроль за тем, как устанавливаются прытасований для сбора соку. За порушение можно поплатиться штрафом до 500 рублей. Допомагают фотопастки. Их в гумельских лесах около 200. Место размещения периодично меняют. Дякуючи им, летость были затриманы некольки порушальников. Усе в гумельском районе. Все лето покуль не одного. И хоть это только начаток сезону, специалисты спадяются у раджай порушальников. Все лето будет не таки богатый, как у раджай соку. Ганна Ковалева, Олеся Рудзянкова, Александр Мурашкин, Гумельский район. У Беларуси начался сезон активности кляшей. По информации Республиканского Центра Геиены и Эпидемиологии об их нападах люди начали поведомлять с середины соковикам. На сегодняшний день за допомогой звернулись больше, как 20 человек. Медики означают, что это значительно меньше, чем было за аналогичный период минулого года. Что ты, не меньше, не выключая необходимости принятия ответных мер безпеки, особенно подчас наведывания лесов. В минулом году в Беларуси зарегистрировано 135 выпадков захворивания на клещовый энцефалит. Что ты, что, Гомельской области, то летость в регионе от укусов гитых насекомых потерпели амаль 3500 человек. Утым леку 917 детей. Красавик открывает сезон круиза в Беларуси 28-го красавика с Бреста в шлях по Роце отправится теплоход Белая Русь. Протяглась маршруту под назвой Жамчужина-Полессия свыше 520 км. Плануется, что у Мазыр теплоход прибудет 5 мая. Теплоход Белая Русь побудована в 2016-м годе на судно-будовничем заводе у Пинску. Его параметры 3 палубы, дыжжиня 50 метров, шириня 7. Худкость руху каля 15 км за годину. Гэта першый пакуль 1 круизный теплоход в нашей краине. 16 кают примают на борт до 39 пассажиров. У минулого года теплоход выканау 22 рейсы по маршруте Брест-Мазыр и у отворотным на керунку. У новым сезоні 2018 запланована 26 отправленьев. До речи, на перший рейс з Брест-Мазыр усе квитки продадзіны. Сто цуда у свету прадставіли у Гомелі. Фотовыстава под такой назвай открыласься у картиной галереи Гаурейла Вашенкі. На ёй прадставлены работы однайменнага міжнароднага фотофестивалю, які што год проходзіць у Санкт-Петербургу. Сто цуда у свету гэта яркі і займальны праекты, які складаюцца со ста фотосдымкаў. Яны разнастайны па сваёй тематыцы, але аб'яднаны адзіны ідеі. Увесь свет гэта цуд варта толькі уважліва аглізіцца вакол. Выстава демонструе захапляльныя здымкі самых розных куткоў зямного шара. Надзвечайны свет дікой природы, країны і контыненты, культура і традиція розных народав. Лепшыя фотографы планеты праводзіць каб стать ближай до сусветных таемниц і падаліцца імі з глядачамі. Дареші у колекції представлена і творча работа нашага земляка, гомельськаха фотографа Юрия Берукова. Этот проект был задуман в 2011 году в Санкт-Петербурге совместно с журналом National Geographic і первая выставка получила настолько широкое освещение і, в общем-то, любовь зрителей, что выставка переросла в фотофестиваль. Мы делаем несколько выставок совместно с Санкт-Петербургом, с компанией Арцентр. Первая выставка – это «Сто чудес света», а вторая выставка, которая начнется в конце этого месяца, это «Сальвадор Дали» «Тайна пись». Малая Радзима, гэта не толькі любімая вулицы і милая серцю краявіды. Гэта ў першую шаргу месца здабыця духовной сутнасті. У аграгородку Рагіньбуды Кашалёвського района мясцовые жахары ведуть будавництва царквы. Дмитрий Котов побываў на месце, де у худким часе открыться новый православный храм. Царква в Рагіне існовала амальца з'явлення населенного пункта. При ёй працавала приходская школа, де навучалися деці. У 30-х годах минулого 100 годзе храм разбурыли. Дравляный будынок пошкодзіў пожар. Довгий час пытання об адновлении не стояла. Будаваць новый храм было вырашено в 2013 годзе подчас встречи выпускников мясцовой школы. Там собрались всі выпускники, всі жители. Было народу очень много. И вот там Музлов Виктор Владимирович, даря икону Николая Чудотворца, сказал, что когда-то здесь был храм и предложил восстановить храм всі вместе. Его, конечно, люди все поддержали. И вот спустя некоторое время односельчане начали откликаться на этот зов. И вот на сегодняшний день вы видите результат. Фундамент новой церкви заклали у 2016 годзе. Гэтаму попереднішала веалізная информацийная работа зудделом мясовых же хоров. Ураце был знойден и опасля реставрованный вось гэтый камень, який свечить об наявності у агрогородку церкви. Яго усталявали на месце нового храма. Освершение перед початком будавництва проводив архиепископ Гомельский и Жлобинский Стяфан. Сёня работы практически завершены. Мастачка Наталья Толкачова веде роспис храма. Урагинь и она приезжает с Гомеля амаль что день. Здесь же ещё 4 полусферы помимо купола. Ну, тоже ещё на каждую наверное по месяцу если не больше. Потому что там образы будут. Херувимы немножечко проще для меня скажем писать потому как чаще и больше. Ну, то есть это уже одну деталь отработала и уже делаешь. А образы над каждым же образом надо через сердце пропустить. С ним надо работать его надо создавать. Мясцовым же харам ранее к обтрапить у церкву не обходно было ехать у Будока Шалёва. А это больше за 20 километров. Пожилым людям не завсёды было зрушено. Представляете если у нас построят церковь сколько у нас будет народу. Потому что все хотят всем нужно это живительное влага. Это знаете как в оазис кажется тяжело зной и всё пришёл и отдохнул. И сразу легче на душе становиться. И кажется все проблемы решаются быстрее. И это не только моё мнение. Это многих моих сельчан. Церкву поспробуют открыть до конца мая. Як раз до святкования Троицы. И у агрогородку Рогинь знов з'явится место, где люди могут отримать душевный покой и равновагу. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания Гомель, Будокашалёвский район. Это и другие новости вы можете найти на нашем сайте, интернет, по адресу www.tvrgomel.by. На это выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров Корректор А.Егорова